Всем привет, с вами канал Fight Club 7. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если хотите оставаться в курсе свежих новостей бокса. Также оцените видео комментарием, ведь ваше мнение важно для нас. Всем приятного просмотра. Уже 29 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гаден состоится возвращение украинского покорителя трех весовых Василия Ломаченко. Противостоять ему будет молодой голодный проспект американец Джеймен Ортис. Бой в легком весе. Компания Паримач видит победителем Лому. Кэфф на его успех 1.06, тогда как коэффициент на победу проспекта 8. Выбирай своего победителя. Вдобавок, компания Паримач исключительно по моей ссылке в закрепленном комментарии под этим видео дарит бонус 2500 гривен. Переходи, регистрируйся и побеждай. Только помни главное правило – болей сердцем, играй головой. Друзья, уже через неделю, 29 октября в Нью-Йорке, США, на хулу-фиете легендарной арены Мэдисон Сквер Гаден, украинский экс-чемпион в трех весовых и бывший лидер паунда Василий Ломаченко проведет поединок против американского небитого проспекта Джеймена Ортиса. Отметим, что Василий в октябре 2020 года потерял чемпионские титулы, проиграв решением судей Теофема Лопесу-младшему. После этого Ломаченко провел два поединка, досрочно победив японского бойца Масаёшина Катани и решением судей Ганса Ричарда Коми. Предполагалось, что украинец в нынешнем году встретится с тогда еще абсолютным чемпионом мира своей весовой категории Джорджем Камбососом, но военное вторжение России на его родину нарушило эти планы. Сейчас Ломаченко 34 года, его рекорд в профи-боксе – 16 побед, 11 из которых он завершил досрочно и два поражения. 26-летний Ортис не знает горечи поражений на профессиональном ринге. Боец провел 17 поединков, 16 из которых одержал победы и один бой свел ничью. В 2022 году Ортис уже дрался дважды. В начале года сошелся в битве проспектов с Джозефом Адорно. Бойцы потешили за рихватским махачем, но победителя не определили. Самая знаковая победа американца состоялась в мае. Побил экс-чемпиона мира Джеймена Херинга. Большинство экспертов и ведущих промоутеров бокса считают, что Василий Ломаченко получит шанс сразиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни, если победит Джеймена Ортиса. Выделить же фаворита в этом противостоянии стало для них достаточно легкой задачей. Они предсказуемо отдают предпочтение более опытному украинцу. Напомним, что прямая трансляция вечера бокса от промоутерской компании TopRank из Нью-Йорка у нас начнется уже 30 октября в 5.00 по Киеву или 8.00 по Астане. Главное событие шоу поединок Ломаченко-Ортис намечен не ранее 6.30 по Киеву и 9.30 по Астане соответственно. Трансляция будет любезно предоставлена стриминговым сервисом Мегуго. Остальные детали шоу, подробный анонс и доступные ресурсы для просмотра вам будут представлены накануне поединка. Так что остаемся с нашим каналом и следим за новостями. Ну и в продолжении темы. Вчера бывший обладатель трех титулов в легком дивизионе украинец Василий Ломаченко был гостем благотворительного мероприятия, проведенного Александром Усиком в США. Ивент состоялся в Лос-Анджелесе в Беверли-Хиллз-Хотел. На мероприятии, кроме Усика и Ломаченко, присутствовал их также старый друг по команде, экс-чемпион в получажелом весе Александр Гвоздик. У нас состоялся благотворительный вечер для помощи пострадавшим от войны украинцам. Огромная благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, фандрейзинговой платформе United24, главному организатору ивента Амиру Бахадари, а также Эдису Климасу и всем, кто помогает Украине в это тяжелое время. Мы сражаемся на светлой стороне, поэтому победа будет обязательно за нами. Слава Украине, написал Усик на своей странице в Твиттер. Напомним, что Усик стал послом платформы United24. Она создана для перевода денег на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны. Ее послами также является бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, теннисистка Элина Светолина, а также многие известные зарубежные актеры и селебрити. Благотворительное мероприятие также посетил и президент WBC Маурисио Сулейман, который по традиции презентовал Александру Усику свой новый пояс организации и в этот раз в сине-желтых тонах. Ну а Василий Ломаченко в перерыве мероприятия дал флеш-интервью для американского репортера. «Для нас это большое событие, поскольку Александр Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Он и организовал этот благотворительный вечер. Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен. В нашей стране ужасное время. Мы хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает множество людей, поэтому мы и устроили это мероприятие», — сказал Ломаченко. «Мне понравился бой Хейни Комбосос, продолжает экс-чемпион. Дэвин проделал очень хорошую грамотную работу. Он стал лучше. Хейни был лучше, чем Джордж Комбосос. Мне без разницы с кем драться. Мне нужны все четыре титула. Моя первая цель в боксе была стать самым быстрым чемпионом мира. Вторая цель была абсолютный чемпион мира. И теперь внутри меня те же самые эмоции и тот же фокус. Конечно, моя цель стать абсолютным чемпионом мира. Не важно, кто будет моим соперником. Это просто моя следующая цель. Пока я ее не достиг, поэтому я хочу дальше идти к ней. Спасибо всем, кто меня поддерживает и кто следит за мной. И увидимся 29 октября в Мэдисон», — сказал в завершении Василий Ломаченко. А как вы оцениваете предстоящее противостояние легковесов? И станет ли для Ломы эта победа выходом на бой за абсолютное чемпионство? Или же его вновь поставят в очередь среди других топовых претендентов, как это часто бывало в большом боксе? Пишите ваше мнение под видео. Вот такие были новости на сегодня. Напоминаю для настоящих болельщиков о ссылке на париматч закрепия. Болей сердцем, играй головой. А с вами был канал Fight Club 7. Ставьте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Также оцените его интересным комментарием. Ведь каждый лайк, коммент или репост — это большая поддержка для моего канала. А кто не успел подписаться, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски из мира бокса. Спасибо за просмотр и всем пока!